Вы смотрите телеканал Ост Вест, европейский информационный телеканал на русском языке. Меня зовут Елена Астанина и сегодня я в прямом эфире расскажу о главных новостях Германии, Европы и мира. И вот о чем пойдет речь сегодня. Вынужденный брак между ХДС, ХСС и СДПГ еще могут расторгнуть. У кого есть возможность сказать нет сейчас или уже молчать вечно. Олимпиада 2018. Первый проигрыш российских спортсменов еще до официального старта. Керлингисты из России уступили команде из США. Но главное соревнование для россиян состоится в пятницу, когда спортивный арбитражный суд огласит решение по 47 апелляциям спортсменов. И за что немецкий автопроизводитель Daimler просит прощения у властей Китая? Брак по расчету ХДС, ХСС и СДПГ еще может быть расторгнут. Достигнутое в среду соглашение лидеров партии еще не означает, что ГРОКа, то есть большая коалиция, действительно состоится. Уже вторые выборы подряд лидеры СДПГ решают подстраховаться и оставляют последнее слово за членами партии. То есть уже после достигнутой коалиционной договоренности с ХДС, ХСС они выносят вопрос, подписывать ли соглашение о коалиции на голосование всех членов партии. Их, кстати, 433 тысячи. Проголосовать социал-демократы могут до 4 марта. Да, еще как минимум месяц Германия будет без правительства. А вот для большинства противников большой коалиции такая отсрочка – шанс переубедить социал-демократов подписывать соглашение. Они, кстати, уже взялись за дело и громче всех против ГРОКа выступает Кевин Кунерт, лидер молодежного крыла СДПГ. Думаю, имя этого 28-летнего политика вам уже давно знакомо. Он давно во все агитирует против ГРОКа и выступал против даже начала переговоров между ХДС, ХСС и СДПГ. И за это время сумел найти многочисленных сторонников. Причем не только среди молодежного крыла социал-демократов. Оно традиционно левее самого СДПГ и потому активнее выступает против Союза, но даже и среди давних членов партии. Кунерт уже заявил, что в пятницу начинает турне по стране с призывом к немцам срочно вступать в СДПГ и голосовать против большой коалиции. Неплохой способ экстренно обзавестись новыми соратниками для теряющей популярность партии. В партию уже вступило около 25 тысяч новых членов и мы видим в данный момент всеобщую мобилизацию членов СДПГ. Как молодежное отделение партии мы получаем много отзывов и видим, что многие поддерживают нашу аргументацию и верят, что ХДС и ХСС больше не в состоянии производить необходимую государственную политику. За последние годы доверие значительно утрачено. Я верю, что наши люди инвестировали все, что могли, в переговоры. Но большая коалиция, если до этого дойдет, сможет предложить только незначительные решения для больших проблем. У Кунерта, кстати, сейчас подходящий момент заручиться поддержкой не только избирателей, но и бизнесом. Сразу несколько немецких промышленных ассоциаций жестко раскритиковали предполагаемые экономические меры союза ХДС, ХСС и СДПГ. Так, большинство из них надеялись на налоговые реформы и разочаровались в своих ожиданиях. Не впечатлены бизнесмены и темпами развития интернет-технологий. Хотя потенциальная коалиция и пообещала выделить 12 миллиардов евро на развитие широкополосного интернета, для немецких бизнесменов, видимо, мало что изменилось со времен знаменитой цитаты Меркель в 2013 году. Ни канцлер Германии, ни ее любовь к однотонным пиджакам, ни доверие немцев к интернету. Кадры компании Deutsche Welle тому доказательства. Интернет для нас это новая территория, и интернет позволяет врагам демократии по-новому влиять на нашу жизнь и по-новому угрожать ей. Впервые за 153 года существования социал-демократической партии Германии лидером ее становится женщина. 47-летний Андрея Налис, и так уже лидер социал-демократа в парламенте, теперь сменит еще и Мартина Шульца на посту лидера всей партии. В выпускном классе Андрея Налис написала в школьной газете, что хочет стать либо домохозяйкой, либо канцлером. С первым точно не получилось, а вот что касается второго, кто знает. Андрея 30 лет состоит в СДПГ. С 1988 года, с самой юности, она представляет левое крыло партии и выступала в частности за увеличение налогов для богатых, а в прошлом Налис министр труда. Ежедневная газета Bild описывает ее как единственного настоящего мужика в СДПГ. Именно Андрея Налис сыграла ключевую роль в попытке добиться от однопартийца в поддержке вопрос перезапуска большой коалиции, управлявшей Германией с 2013 года. Еще одна цитата из Bild. Налис единственная, кто демонстрирует лидерство в СДПГ, пока мужчины вокруг нее просто смотрят. Она уже затмила публично Шульца на конгрессе СДПГ в Бонне в прошлом месяце, когда произнесла страстную речь в поддержку переговоров. Настолько страстную и выразительную, что немецкая Дицайт сравнила Налис с американской звездой Опры Уинфри. Особенно хорошо она, Налис, смотрелась на фоне скучноватого и невдохновляющего Шульца, который, прежде чем подняться на сцену, поговорил по телефону с французским президентом Эммануэлем Макроном, но, видимо, и тот не вдохнул в него жизнь. И, как заключает Дицайт, если бы Эммануэль Макрон был поумнее, он бы вообще не звонил Шульцу, а раздобыл бы номер Андрея Налис и позвонил бы ей по три раза на дню. И под вечер в четверг немецкие издания сообщили о том, что действующий министр иностранных дел Зигмар Габриэль отменил целый ряд предстоящих мероприятий со следующей недели, на которых его участие уже было подтверждено. В том числе Габриэль не будет присутствовать на Мюнхенской конференции по безопасности. Вместо него туда поедет Мартин Шульц. Норвежским спортсменам на Олимпиаде придется не сладко, не в смысле конкуренции за медали. Тут-то они в фаворитах общей олимпийской гонки с целым набором наград в различных дисциплинах. А вот диета спортсменов, похожей разнообразием, отличаться не будет. И все из-за большой ошибки командного повара. Заказывая продукты для команды он ошибся. Всего в одной цифре. Но вместо полутора тысяч яиц заказал для всей команды 15 тысяч. То есть каждому норвежскому спортсмену за две недели Олимпиады предстоит не только медаль заработать, но и съесть 124 яйца. Да это просто небольшое недопонимание. Просто один дополнительный ноль в заказе. Вот и получилось. Вместо полутора тысяч 15 тысяч. Всякое бывает. Что вы будете делать с ними? Думаю, они их просто используют. Может быть при доставке компания просто заберет их обратно. Не знаю. Для нас это небольшая проблема. Официально Олимпиада в Южной Корее стартует в пятницу. И синоптики уже прогнозируют самую холодную церемонию открытия с температурой воздуха минус 14 градусов. У стадиона, на котором пройдет открытие Олимпийских игр, нет крыши. И говорят, не построили ее целенаправленно в попытке сэкономить деньги. В помещении, если его так можно назвать, недавно проводили концерт, за время которого медики зарегистрировали 6 случаев переохлаждения. Поэтому сейчас организаторы церемонии открытия срочно запасаются одеялами для 35 тысяч посетителей трехчасовой церемонии открытия. Еще до официального старта на Олимпиаде уже начались соревнования. И российская супружеская пара керлингистов в четверг проиграла соперникам, брату и сестре из США. При этом до конца непонятно, сколько же спортсменов из России примут участие в Южнокорейской Олимпиаде. Спортивный арбитражный суд только в пятницу огласит решение по апелляциям 47 спортсменов из России. Они утверждают, что не принимали допинг и потому могут участвовать в соревнованиях. Немецкий концерн Daimler извинился перед руководством Китая дважды за пост в социальной сети Instagram, которая вообще-то в Китае заблокирована. Компания Daimler опубликовала в профиле фотографию автомобиля и сопроводила ее жизнеутверждающей надписью, цитата, «Рассматривая ситуации под разными углами, и ты станешь более открытым». Вот так этот пост выглядел, правда, Daimler его уже удалил. Все дело в том, что фотографии этого поста разошлись по достаточно жестко цензурированному китайскому интернету, где и Instagram-то нет, и вызвали бурю негодования. У Китая с Тибетом давний территориальный спор, и Китай считает тибетского лидера Далай-Ламу сепаратистом. И потому Daimler пришлось извиняться, причем дважды. Потому что после первого извинения китайские СМИ обвинили автопроизводителя в недостатке искренности и непонимании китайской культуры и ценностей. Пришлось покаяться вторично. При этом неизвестно, отправил ли Daimler письма с извинениями еще и в Тибет. Далай-Ламе тоже все это неприятно, наверное. Любовь между Востоком и Западом, оказывается, существует. Накануне 14 февраля мы поговорили с жителями Берлина. Немцем и татаркой, китаянкой и русским. Это интернациональные и по-своему уникальные семьи, которые не первый год счастливы вместе. Как найти общий язык? Может ли политика испортить личную жизнь? И есть ли в принципе национальность у любви? Полную версию нашего репортажа смотрите завтра в программе «Восток-Запад». Это была любовь с первого взгляда. Я не хотела ломать ему карьеру. Он не имел право жениться не на Гадеровке. Но у нас получил трудный год. Вот именно прошедший год. Мой муж победил страшную болезнь. За 30 лет нашего знакомства появилось что-то очень ценное между нами. Что-то более весомое, чем просто любовь. Она очень-очень сильный человек. Намного сильнее, чем я. Да, это правда. Я сильнее, а также мудрее. Да-да. Вообще китайцы на русских похожи, в общем-то. Ну, по менталитету. Очень похожи. По-китайски. Китай – это Цунгво. Это центр. Центр мира. А русские, в общем-то, ну, у них такое же примерно представление о себе. Кто они и кто вокруг них, да? Я знаю много русских слов. Чуть-чуть. Иди сюда. Я тебя люблю. И прежде чем попрощаться, немного карнавала. Он, как и было обещано, и как происходит уже несколько веков, стартовал сегодня в 11 часов 11 минут в Кёльне шествием женщин при морозной и солнечной погоде. Субтитры создавал DimaTorzok На этом у меня все. В студии была Елена Астанина. Завтра с новостями в это же время на канале Ост-Вест. Вас будет знакомить моя коллега Мария Волкова. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин